Если вы в поиске идей для собственного прибыльного бизнеса, обратите внимание на производство носков, то сразу поймете, что это успешный бизнес. 90% предлагаемых рынком чулочно-носочных изделий в стране – товары из Китая, Кыргызстана и Узбекистана. Наладив местное производство, можно выпускать качественные носки с низкой себестоимостью, постепенно вытесняя заграничные товары. Как это возможно? Попробуем разобраться. Есть большая конкуренция на рынке. Одно дело мы сами производим, другое дело где-то это производится и приводится логистика, растаможка, дополнительные расходы и так далее. Мы сегодня уже конкурентны. Вначале, конечно, есть большой риск, но при оптимизации полного цикла производства можно снизить некоторые моменты, в которые нужно время, нужно думать над некоторыми процессами. То, что мы сегодня видим, мы это сделали в течение 10 месяцев. И сегодня у нас цены примерно схожи с теми же, допустим, китайскими или известкими носками. То есть покупателю смысла нет уже покупать заграничные, тем более мы предлагаем изделие из хлопка. Интерес к производству носков со стороны бизнеса растет. Он обусловлен высокой рентабельностью, которая может достигать 100%. Нужно понимать, что ты хочешь сделать. Если исходить из суммы, которая есть на руках, тогда нужно немножко по-другому чертить само производство. У меня идея была немножко другая. То есть я подбирал минимальный пакет или минимальное количество оборудования, при котором можно выйти на этот ассортимент. В первую очередь нужно изучить технологию. Здесь машину купить не проблема. Я, конечно, в первую очередь не советую покупать китайские машины, они гораздо дешевле стоят. Они стоят в разы дешевле, несколько раз дешевле стоят. Но я бы не советовал этого делать, потому что, во-первых, они долго работать не будут. Во-вторых, там все примитивно сделано, за счет чего-то они удешевили эти машины. И сами же китайцы, они работают либо на итальянском, либо на чешском. Здесь налажен полный цикл производства. От носочков для годовалых детей до мужских рыбацких гольф. Всего около ста наименований. Ценовой диапазон начинается с 90 тенге и заканчивается шестьюстами. Вот это мужские рыболовы, видите, на рыбалку, например. Да, вот уже не очень хорошо тянутся. То есть принимают форму ноги после того, как человек натягивают. Тоже махровые. В них вага точно не замерзнет. Это полушерсть, акрил с добавлением шерсти. Значит, вот, смотрите, такие вот тоже гольфы. Вот, с нежинкой. Прежде чем покупать оборудование, я же вам говорил, нужно изучить технологию сначала. Я на это потратил шесть месяцев до того, как мы открыли предприятие. Я посещал разные фабрики, вот, в основном в России. На моментальную прибыль в этом деле рассчитывать не стоит. Первое время все финансовые потоки необходимо оставлять в обороте. В первоначальном вложении здесь у нас были 50 миллионов. Естественно, потом уже на оборотку. Это пошли на приобретение машин, оборудования. Но здесь сложно говорить конкретно одна, потому что у нас здесь швейная машина, которая стоит 19 тысяч евро. Другая швейная машина, которая стоит 300 тысяч тенге. Вот в данный момент мы работаем на турецком хлопке. Значит, мы берем с Турции. Есть у нас также узбекский хлопок. Мы программу разрабатываем на компьютере специальную, передаем на флешку и вставляем в это отверстие. Машина запоминает то, что мы ему сказали. То есть мы сказали, что через этот нитеводитель пойдет резинка. Вот видите, резинка отматывается. Здесь пойдет, допустим, хлопок, там пойдет лайкра и так далее. И он теперь знает, что в такой момент какую нитку отпускать иголки. Иголка потом поднимается и забирает эту нитку. В Казахстане производство чулочно-насочных изделий ниша свободная и довольно привлекательная. Пока лишь 8% всех изделий на рынке относятся к отечественным товарам. А значит, нужно и можно завоевывать своего потребителя. Но прежде необходимо четко продумать свой бизнес-план. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok